Всем здравствуйте! Вы смотрите марш тур путешествия. Телевизионный проект, в котором мы не только рассказываем о том, как нужно отдыхать, но и показываем это на собственном примере. Сегодня наш путь лежит в удивительное место – курорт озера Крачи. Вы спросите, что в нем такого? Говорят, это место – настоящее сибирское чудо. Поехали проверим, так ли это на самом деле. Мы едем в Чановский район, в самый центр Барабинской степи. От Новосибирска до Карачей более 400 километров, а это примерно 5 часов пути на поезде. Мы сообщили администрации санатория время прибытия, поэтому нас должны встретить на белой маршрутке. Вот, наверное, скорее всего, на этой. Пойдемте узнаем. Здравствуйте, вы в санаторий? Мы в санаторий, садитесь к вам. Здорово! Мы с вами, значит. А вы всех отдыхающих встречаете? Да, встречаем и провожаем всех отдыхающих. А сколько до санатория ехать? Примерно 5 минут. Ну, отлично. Ну вот мы и прибыли в место назначения. Встречай нас в легендарных курортах Карачи. А легенд об этом месте действительно сложено немало. Говорят, открыли целебное озеро татарские племена. Было это так. Женился один татарский парень Камиль на прекрасной девушке Хакиме. Жили они душа в душу. И все бы было хорошо, но тут Хакима заболела. Ко всему прочему, у всех татар племени стали происходить различные неприятности. Все списали на бедную девушку и заставили Камиле отнести ее умирать в степь. В итоге она оказалась здесь, исцелилась водами озера и явилась обратно к мужу, здоровая и красивая. Самое первое, что здесь хочется отметить, это необыкновенный воздух. Он настолько чистый и свежий, что им просто невозможно надышаться. Курорт озера. Крачи уже 135 лет. Еще в 19 веке два дальновидных купца организовали здесь лечение, взяв землю в аренду. Тогда это были лишь небольшие избушки. Зато теперь курорт – это единый архитектурный ансамбль, состоящий из нескольких благоустроенных корпусов. У меня стандартный двухместный номер. Пойдемте, я вам его покажу. Итак, у меня в номере есть две небольшие кровати, телевизор, электрический чайник, холодильник, кап с плечиками и набором полотенец. Ванная, в принципе, небольшая, но здесь есть все, что нужно, и вот такая приятная душевая кабина. В целом номер небольшой, но достаточно уютный. Ну а для тех, кто нуждается в дополнительном комфорте, в Карачах предусмотрены вот такие полулюксы, состоящие из двух комнат. В переводе с татарского Карачи означает «черный ил» или «черная грязь». Но здесь лечат не только грязью. Для того, чтобы узнать о курорте из первых уст, мы идем в гости к главному врачу – Евсютиной Татьяне Васильевне. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашем санаторе. Проходите, пожалуйста. Вы приехали в уникальное место, в котором прекрасно уживаются пять природных лечебных факторов. Это минеральная вода карачинская для приема внутрь, это йодобромная вода, получаемая из глубины скважины, рапа и грязь нашего озера целебного и прекрасное ландшафтное место в виде нашего лесопарка, ауры над нашим озером, который поправит вам здоровье и даст очень много полезного и удивительного для вашего здоровья. Поэтому давайте пройдем к врачу, для того, чтобы определить комплекс тех мероприятий, тех процедур, которые вам будут не противопоказаны для лечения. Хорошо, давайте. Да, пойдемте. В санатории «Озеро Карачи» лечат пищеварительную систему, гинекологические заболевания, в том числе бесплодие, опорно-двигательный аппарат, кожные заболевания, нервные расстройства и многое другое. В зависимости от состояния здоровья и целей приезда, врач индивидуально определяет необходимые процедуры для каждого отдыхающего. Вот вам лист назначения. С этим листом вы идете в грязелечебницу. Здесь указано время приема процедур, название процедур и где они отпускаются. При себе иметь только лист назначения. Понятно, спасибо. Так как я приехала для профилактики здоровья, то мне назначили рапные ванны, массажные вихревые ванны, грязелечение и спелеотерапию. Примели, потом встаете, слегка ополаскиваетесь. А расскажите, что это за ванна и для чего она нужна? Ванна – это рапан, насыщенный солевой раствор. Обладает противовоспалительным действием у нас, обезболивающим, успокаивает нервную систему. Также лечится гинекологическое заболевание у нас, опорно-двигательный аппарат, кожные заболевания, псориазы, мероприятия, практически все. Здесь в ванне есть специальные опоры, которые помогают мне держаться, но если их отпустить, то вода просто поднимает на поверхность, что я совершенно ни за что не держусь и пау, и начинает переворачивать, потому что концентрация соли очень сильная. Вода набирается прямо из озера, она не замерзает. Рапа по составу хлоридно-сульфатно-натриево-магниевая. Ее минерализация составляет до 250 грамм на литр. Тело немного пощипывает, но это нормально, ведь в теплой воде температура которой 37 градусов поры расширяются, и полезные вещества буквально всасываются в организм через кожу. Следующая процедура – это массажно-вихревая ванна для рук. Заполняется ванна минеральной водой, температура которой 37 градусов. Процедура длится 10 минут по песочным часикам. А для чего вообще эта процедура нужна? Здесь, значит, происходит улучшение кровообращения и лимфообращения, показано при ссудистых заболеваниях. Точно такой же эффект оказывает вихревая ванна для ног. Она очень полезна для людей, страдающих варикозным расширением вен. Впрочем, здесь могут назначить минеральный водный массаж для всего тела, а также жемчужную ванну и даже ванну со светотерапией. Ну а теперь грязелечение. Наша иловосульфидная грязь считается одной из активных грязей. Показанием является это заболевание опорно-двигательного аппарата, заболевание нервной системы, кожные заболевания и гинекологические заболевания. Действие нашей иловосульфидной грязи противовоспалительное, улучшает трофику рассасывающей действия и повышает защитные силы организма. Помимо общей грязи здесь делают грязевые сапоги, перчатки и даже трусы. Трусы мы назначаем при заболевании по гинекологии, это у женщин и при мужских заболеваниях. При женских заболеваниях это воспалительного характера, эндометриты, аднокситы, бесплодие, а у мужчин простатиты. Грязь очень приятная, несмотря на то, что это грязь, она очень приятная, жирная, теплая. И состояние такое расслабленное, состояние блаженства. И вообще, если честно, не хочется разговаривать, хочется просто лежать, о чем-то мечтать. Кроме основных лечебных процедур на курорте есть дополнительные услуги. Например, медовый или вакуумный массаж, йога-терапия, шоколадное обертывание, фитобочка и другие удовольствия для здоровья и красоты. Например, вот такие необычные штаны, которые помогают стать стройнее и избавиться от целлюлита. Сейчас я отключаю, вы сейчас будете чувствовать, как волк набирается и выпускается. И постепенно поднимается вверх. Ощущение, как будто бы на меня скафандр одевают, и вот сейчас я готовлюсь к выходу в открытый космос. Всем сибирякам известна минеральная вода Карачинская. Мы привыкли видеть ее в голубой бутылке с двумя альбедями на этикетке. Но здесь, в питьевой галерее курорта, эта натуральная минеральная лежит прямо из-под крана. Карачинская вода, которую создает природа. Я даже слышала, что ее состав схож с составом плазмы крови человека. Она помогает при многих заболеваниях, но особенно полезна для работы желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы. Водяной клад находится на глубине больше тысячи метров и постоянно обновляется подземной системой. Так что целебных запасов хватит всем. Питьевая галерея была отреставрирована недавно. Здесь светло, тепло и красиво. И даже создается впечатление, что мы не в суровой Сибири, где на улице минус 30, а где-то на Кавказских минеральных водах. Лечение и лечение. Мы прием пищи на курорте по расписанию. Пойдемте скорее в столовую. Узнаем, что у нас сегодня на обед. А на обед у нас сегодня салат океанский, суп-растольник, жареный бифштек с яйцом и картофельным пюре, компот и фрукты. Ну что я могу сказать, очень вкусно. А все потому, что у санатория есть свое фермерское хозяйство. Впрочем, вы вполне очевидно могли подумать, что я не особо притязательна и всегда всем довольна. Что ж, для чистоты эксперимента давайте спросим у других отдыхающих. Скажите, пожалуйста, вкусная здесь еда или нет? Да-да, очень вкусная. Вы давно отдыхаете в санатории? С 2006 года, 12 раз я приехал сюда отдыхать. Как вам санаторий? Санаторий очень прекрасный. Да, с каждым годом лучше, 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 лучше. Очень хорошо готовят и очень большое разнообразие блюд. Работают очень отзывчивые, хорошие люди. И вообще в санаторий считаю, что у него большое будущее. Мне нравится, что вот такое большое помещение, такой вот зал, большой столовая. Хорошо, конечно, надо его реконструировать и надо, чтобы люди наши отдыхали. Известно, что после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Но это неправда. Врачи советуют после приема пищегулять. Поэтому пойдемте посмотрим на чудо озера. Хочется отметить, что все в Карачах обновленное. Новые дорожки, красивые восстановленные корпуса. Видно, что курорт любят и берегут. Кстати, реконструкция продолжается и сегодня. В этом году взялись сразу за несколько зданий. В том числе за детский корпус, который был закрыт еще в 90-е годы. Площадь озера 362 гектара. Она настолько соленая, что летом запросто держит купающихся на воде. А еще на дне лежат огромные куски соли, покрывающие целебную грязь. Озеро хоть и покрыто снегом, но не замерзло. Большая концентрация соли не дает морозам полностью сковать воду. В результате образуется лишь тонкая корочка льда. Чтобы отдыхающим было чем заняться в свободное от процедур время, на курорте есть большие величиной с ладонь шашки и шахматы, настольный теннис, бильярд, бар и многое другое. А это зал для досуга и развлечений. Место красивое, историческое, с колоннами и даже старинным роялем. Вечерами здесь устраивают пусть не балы, но шоу-программу с песнями и танцами. Хотя балы тоже планируются, поэтому рояль стоит в чехле для особых случаев. Но я все-таки уговорила его открыть, чтобы тоже исполнить для вас что-нибудь прелестное. Эх, по-моему, получилось гениально. Надо бы поучаствовать в каком-нибудь конкурсе для виртуозов. Ну вот и закончился наш отдых. Курорт озера Карачи полностью подтвердил звание настоящей сибирской жемчужины. Это место действительно оздоравливает и душу, и тело. Узнать дополнительную информацию или забронировать номер онлайн можно на сайте okarachi.ru. Ну а я с вами прощаюсь за следующих выпусков. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok